привет вы знаете кто победил во второй мировой войне вы знаете кто победил во второй мировой какая страна победила россия россия и все немцы еще еще отдельные страны не помню россия кого победила я пошла на берлин там украинцы тоже были и украинцы тоже были там все были все еще и тогда на берлин только украина ты как думаешь что победит россия или украина а вот вы что думаете победит украина ну не знаю вы что-то зависаете но меня нормально да хорошо видно ну смотрите значит украина хочет чтобы с помощью санкции в россии там все разрушилась просили это не показывает наоборот за год и не только экономика выросла на 7 процентов я знаю а наоборот сейчас украину много кто сейчас начинают уже не поддерживать на западе я уже начинаю видеть видео где все начинают говорить что зеленский все мало он так все просят и просят очень много помощи именно продаются через черный рынок продают оружие который вам отправляют в качестве помощи до значит у вас там большой очень большой коррупция большая и с помощью коррупции очень много ваших олигархов с помощью этой помощи себе в карман может это понимают на западе и начинают уже говорить что все мы скоро наверное уже не будем помогать потому что половина нашей помощи идут в карман чиновниками украинским они говорят она еще и и вниз не впустили надо кстати еще тоже значит что ее вообще могут вообще не впускать нато поэтому тут я думаю что проигрыш украины наверное ну наверное все таки я точно не скажу что на сто процентов но я думаю что проиграет я думаю через два три года это все будет продолжаться а потом закончится а как думаешь когда это все закончится два три года четыре года ну это будет продолжаться ровно столько сколько будет приносить деньги людям определенным чиновникам американским чиновникам украинским чиновникам и российским чиновникам а когда закончится выгода не знаю а что вас нам присвоить сейчас на дом или нет в россии ничего не тихо спокойно все работают встают 8 утра приходит вечером хорошо я же говорю что до 7 процентов выросла только все что вот именно вам санкции были да со стороны америки эти санкции сейчас китай открыл свои торговые пути с россией и все что сейчас америка не не отправляет на отправлять китае на мы ничего не потеряли вы только китайская рынка больше стала поэтому почему бы украине смириться все за стол переговоров и все закончится потому что у нас президент клум ну что ты поделаешь ему понимаешь я не поддерживаю зеленского у нас стране война а он вместо того чтобы сеть за стол переговоров с тем же путином он берет и дает интервью дает лекцию японским студентам нет ну то есть понимаешь ему нравится наверно чтобы его по телевизору показывать может быть хочет чтобы все его знали подписчиков больше стало во всех соцсетях можно уже актер очень известным голливудским актером чтобы его приняли потом голливуд ну наверное он не может сесть за стол переговоров с этим путиным и рассказывать каяп и его 1 левая на нашли 1 левая все-таки с ним сесть за один стол переговоров зато интервью студентам японцев может быть ну нам же сделать больше ничего у нас в стране не идет война у нас же не едут люди страниц понимаем понял ну действительно я тоже не понимаю почему бы не стес на стол переговоров и договориться о чем-то пристиг на общему компромиссу почему бы так не сделать вот это вот тоже интересно ну почему круто реально мы если украина согласилась 24 февраля все из 100 переговоров мой дом бы не был раздумлен тысячи жизней остались бы живыми и все жили себе спокойно потому что днр в лнр в крыму уже привыкли к россии но давайте будем честны большинство случаях 80 процентов тому же украина всем до жопы будем смотреть правде флаза каких бы патриотических настроек у меня против россии особенно не было но там же уже до жопы украина то можно было бы предотвратить даже не в четырнадцать хотя может быть в потому что у людей открываются глаза и мы реально понимаем что в твоей стране война ебнут люди а ты даешь интервью студентам японским которые ну они тебе ничем не помогут вот того что они крадут очень много помощи в карман уходят тоже правда вот этого лично я не знаю коррупция же высокая все равно остается стране думаю да зеленский тоже часть но блин в эту в этой ситуации меня не особо ну понимаешь волнует поэтому я в европу поехать конечно а почему в европу ну смотри во первых это родной язык это играет важную роль согласись то ли я привыкла всю жизнь говорить на русском и украинском и сейчас я поеду например в германию там уже немецкий два авто если не мы и останемся в этой стране и будем поднимать ее в будущем сейчас помимо всех всего этого нам надо поднимать стране экономику ее надо держать нам надо зарабатывать деньги тратить их тут а не только доносить на заслу поэтому а кто если не мы но кроме нас этого никто не сделает у нас много выехало людей за границу есть люди которые выехали за границу подожди ты можешь подожать две минуты я воды наберу например есть те которые по приезжали они испугались но а если я уже пережила оккупацию есть не выехала ну а сам не бояться дальше дальше мне уже бояться нечего и есть украинцы вот которым я достаточно негативно отношусь я все попью мне уже западная украина это волынь ты знаешь я думаю примерно ну и получается так что эти типочки они ближе всего к польши к литве и они таки как шаговая начала целых плечей до встречи они выехали в эту европу им подавали бесплатного жилья а когда восточная украина по типу мариуполя и другие города начали с оккупации они им уже сдавали квартиры свои в аренду при этом получая бесплатные в европе такое тоже у нас как бы есть как говорится они сдавали свои квартиры беженцам из восточной украины сами жили в бесплатных жильях больше германии еще плюс получали пособие и еще аренду со своих жили жильем правильно да идеально но на самом деле я могу выехать европу куда угодно я могу даже спокойно 18 лет у нас нельзя мужчинам нет можно парням а если они учатся вот а вообще я могу выехать куда угодно даже в америку но для этого нет немножко документы надо ну а смысл нашу страну все равно кто-то должен понимать сейчас экономику а потом но будущее нашей страны это на нас кто-то кто такой он пойдет дома строить отстраивать кто-то будет заниматься политологией логистикой архитектурой и так далее ладно приятно стало было пообщаться давай я погнал дальше давай пока подальше тебя мирного неба желаю чтобы все это бы быстрее закончилось для украины всего хорошего